Проявили самостоятельность и начали искать работу. Сегодня на ярмарку вакансий для молодёжи пришли несколько сотен человек. Работодателей было в несколько раз меньше, поэтому всё действие напомнило нашему корреспонденту один из старинных русских обрядов. Обычный двор, обычный день. Подростки, те, кому не лень, пришли на ярмарку вакансий. Зарплаты тысяч под 12. У вас товар, у нас купец. Пригожий с виду молодец. По ярмарке он рыщет, себе работу ищет. Фасовщик, по складу помогает. Разные рабочие. Лето надо проводить как-то, не только же отдыхать, надо ещё деньги зарабатывать. К тому же уже девятый класс закончили, у родителей на шее сидеть не очень-то хорошо. Стремление похвальное, при этом не бахвальное. Тем более есть предложения для летнего препровождения. Вакансии, которые представлены, не требуют от подростков какой-то дополнительной профессиональной подготовки. И по таким профессиям, как администратор, делопроизводитель, дворник, уборщик служебных помещений. Товар уж очень ходовой, готовый кинуться толпой. Гляди, у каждого стола купцов разряженных толпа. У нас одна вакансия заявлена, а вот в течение часа уже у меня записалось 4 человека. Буду беседовать с каждым, разговаривать. То уже сделаю выбор. И чтобы в толпе не затеряться, придется как-то выделяться. Без опыта купец Захар, но верит, вырвет он товар. Да, я колоритнее. Потому что я актером хочу стоить. Позитив, радость, общительность. Такой секрет имел успех. Прошла беседа без помех. Захар решил свою заботу и завтра выйдет на работу. Таких, как он, десятка три купцов счастливых. Посмотри, к работе светлое стремление, всегда найдет поощрение. Алена Полоненко, Сергей Полянский. Новости по будням.